У меня спрашивают про Нателлу Могилевскую. Я с ней не знаком, никогда не разговаривал, не общался, но слышал за него давно. Короче, даже вроде бы не один раз ее закрывали за соцсетенерство, но обычно все проститутки под контролем, менты там информацию с них снимают, они все контролируемые. Что, с кем, куда, когда. А Нателлу садили раза два или больше за соцсетенерство, значит она не хотела сотрудничать с ментами. И так я со многими общался в Могилевской, они хорошо отзывались, все вопросы решались, которые нужны были пацанам. Могли позвонить или заехать, она назвать адреса, там короче проституток хороших подогнать, всегда могла. Ну, короче, она нужный человек был. Кроме этого, она еще связь держала с Могилевскими крышечками, и бандероли слала, и посылки, всякое, что там им надо было. И кроме этого, они еще через нее заказывали. Заказывали там у кого-то день рождения, она там по радиообъявления, короче, давала. Это все можно было через нее заказать. Короче, она пользу приносила очень многим. И я так, когда крутился, сидел в Могилеве, этапом ездил, я разговаривал, на зоне были, у нас две жерсткие зоны, и на той, и на той были девчонки. Ну, никто про Нателлу плохо не говорил, все ее знали, со всеми было в общении, и все хорошо отзывались. Никто плохо про него не говорил. Поэтому я считаю, что она нужный Витя был в механизме, и поэтому только добрые дела делала. Помогала эти. А проститутам уже нужен куратор. Короче, потому что их кидают, их бьют, их обманывают, короче. А так, диспетчерка, что деньги у вас взяли, и все, отдыхайте по времени. Лишнее нихуя. Ну, короче, я знаю, что она курировала эти вопросы, как куратор было. И поэтому о ней только хорошо отзывались. И девки, и пацаны. Только хорошее слышал. Плохого не слышал никогда. Трябая, да. Редактор субтитров А.Семкин